Всем привет, друзья! Неожиданная болталочка, откуда она взялась. Да, собственно, оказалось, что у меня нет контента. И сейчас у меня есть буквально там полчасика для того, чтобы записать вам видео, которое на самом деле давно обещала. Нет, не гладильный влог, но до них мы тоже дойдем. Будут гладильные влоги, мне уже пишут письма с претензиями. Имейте на это полное право, будут гладильные влоги. Дело в том, что я сейчас осознаю, что каждый вопрос для гладильного влога, он не для гладильного влога. И мне как будто бы не хочется разбирать все поверхностно, но придется, потому что поток вопросов просто не позволяет мне делать подкаст на 45 минут на каждый вопрос. Итак, разговариваем про массажи, про мою работу с телом. Начнем с того, что я посещала давным-давно специалистов по ручному массажу. У меня проблема с лимфотоком. У меня лимфа не двигается вообще, я отекаю, то есть у меня скапливается жидкость под кожей. Эту жидкость невозможно выгнать мочегонными чаями, гипотезидом и диувером. Нет, это то, что нужно выводить либо при эсотерапии, либо ручным массажем. Вот я была несколько раз на ручном массаже. Они называют еще это липопластический массаж, да, не лимфодренажный, липопластический. Почему? Потому что вот якобы людям с большим избыточным весом, как у меня, можно там слепить новую фигуру. Спойлер, спойлер. Да, это возможно, но вы пройдете через все круги ада, нужно ли вам, оно неизвестно. И каждый раз это было сопряжено с очень неприятными для меня явлениями. Я в первый раз столкнулась с хамством массажиста, когда мне было очень больно, мне делали массаж. И я волей-неволей держалась за кушетку, на которой лежала, и пыталась уползти. Ну, не в прямом смысле слова, но я немножечко так подтягивалась, когда мне было невыносимо больно. На что массажист мне сказал, что ты уползаешь. Я говорю, мне больно. Он такой, а жрать тебе было не больно? А жрать тебе было приятно. И меня это так выбило. Но тогда я весила там 95 килограмм. Мне настолько было стыдно за саму себя. Мне настолько... Это еще та часть моей жизни, когда я еще и с феминизмом не была, там как-то близко не шла в одну ногу. И мне было стыдно за себя, что я... Он мужчина, я женщина, и я выгляжу так несексуально. Я настолько не соответствую вот всем ожиданиям общества от меня, что я заслуживаю. Я заслуживаю эту боль. Я заслуживаю, чтобы меня унижал рандомный мужик какой-то. Я все это заслужила. Только потому, что я не выгляжу так, как общество от меня ждет. Да? Но не Белла ходит, понимаете? И тогда это очень сильно по мне ударило. Это было там года сколько? Четыре? Три назад, наверное. Четыре. Четыре года назад. Мне было очень стыдно за себя. Потом, через время, уже похудев, я пошла... Я, кстати, не столкнулась с проблемой висшей кожи. Мне все ее пророчили. При похудении на 30 килограмм я не столкнулась с этим. Потому что я худела медленно. В Барментале все худеют медленно. Там не случается вот этих, знаете, там за месяц на десятку. Нет, у кого-то случается, но типа это какая-то редкость. И кожа успевает подтянуться. Но я пошла, потому что я была отечна, я пошла опять на ручной массаж к мужчине. И я пошла... Вот не совершайте моих ошибок на дом. Ну, я повелась на цену. На то, что это было в пешей доступности. Я могла пойти. Я пошла к мужчине, взрослому мужчине. Домой, сама. Да. И в первый раз я пошла. Ну, как бы все знали, куда я иду. Все знали адрес. Я еще, когда к нему только зашла, говорю, здравствуйте, разуваюсь. Говорю, да, вот меня тут ждут внизу. Ну, дала понять, вот, что в случае чего меня будут искать, не успеет он меня расчленить на своей кухне и заморозить. Хотя успел бы, да, домофон и вообще. Ну, короче, это очень опасно. Не ходите. При том, что он мне сказал, у меня тут жена в соседней комнате, она не будет мешать, типа там, не переживайте. Ну, вот я к нему ходила на, там, сеансов 10, наверное, и я ни разу эту жену не видела, я ни разу не слышала ни одного звука. Возможно, я просто была с незнакомым взрослым мужиком, одна в помещении, абсолютно обнаженной. Ну, там, типа, нет, я там, ну, была прикрыта полотенцем, ну, типа, там, ну, это вообще несущественно. Не совершайте моих ошибок, не ходите. Вообще, ходить на дом к мастерам, ну, наверное, можно, но вы почитайте, сколько историй неприятных, когда люди становятся свидетелями каких-то семейных драм, когда, там, дети и чужие животные портят имущество людей. Я вот знаю историю, когда девочка пришла на ногти на дом к мастерице, и пока делали ногти, ребёнок, там, ну, что-то ребёнок игрался, и, короче, сумку, которая осталась в коридоре, я так понимаю, залили чем-то. Ну, я уже не помню сейчас точно эту историю, но, помню, краской, ну, или что-то такое. И моя знакомая не могла предъявить претензию, потому что, ну, вроде как, у них уже почти приятельские отношения, то есть и босси, и ты ребёнок, ну, то есть, когда ты в какой-то студии, в салончике даже каком-то тут, да, в цокольном этаже твоего дома, уже, вроде как, ну, создаётся дистанция. Так вот, почему я перестала ходить к тому мужику? Эффект был, он меня массировал, эффект был, но буквально на втором или третьем массаже он мне сказал, что мне нужно грудь подтянуть. Грудь, вот, ну, я кормила грудью, и я ни от кого не скрываю, моя грудь не как в 18 лет, но я вам больше скажу, даже в 18 лет она не была вот этой, знаете, как рисуют, вот эта грудь, и когда соски аж вот так смотрят вверх, вот эти вот, да, никогда такого не было. У меня грудь большая, большая грудь, если она натуральная, она не может быть подтянутой, это гравитация, это естественно, но, опять-таки, там, культура, все вот эти какие-то, не знаю, комиксы, видосы и так далее, демонстрируют грудь, которая прям вот такая, ну, не было у меня такой никогда. И он мне сказал, что грудь надо подтянуть, и он может мне в этом помочь. Он будет делать мне массаж груди, и моя грудь буквально за несколько сеансов превратится в грудь вообще не кормящей молодой девчонки. Я сказала, нет, спасибо. Когда он начал опять на меня давить на следующей встрече, я сказала, что, а за счет чего? Он говорит, ну, мышцы там подтягиваются. Я говорю, а какие мышцы там же железистые, а в моем случае вообще жировая ткань, что там будет подтягиваться? Ну, тут даже если вопрос кожи, ну, кожа так не поднимет грудь, как он мне обещал. Он сказал, нет-нет-нет, это все работает, вот я одной девушке, там, грудь подтянул. Ну, короче, когда в следующие разы мы делали массаж, он делал мне массаж из рук, потому что у меня отечные вот руки, все, и он прям вот так вот шел. Доходил вот сюда и начинал, вот тут типа лимфоузлы он сильно не массировал, но он начал постепенно, вот я понимаю, что он движется уже вот где-то в этой области. И я понимаю, что мне некомфортно, и он продвигался постепенно в своих поползновениях, и в какой-то момент я поняла, что его руки реально уже практически на моей груди. Это была моя последняя встреча с ним, как бы все, я больше к нему не ходила, причем он мне даже звонил. Жесть какая, да? Ну, то есть потом он мне звонил, типа, а что это вы не приходите? Вы что, хотите весь наш прогресс, типа, потерять? Вот, но опять-таки это были те времена, когда язык был в заднице, но я, в смысле свой, я не могла ничего сказать, но опять-таки, да, ты в квартире одна с человеком, стоит ли как-то ярко демонстрировать то, что ты недовольна? Вы знаете, я уже в такси продемонстрировала, чем это закончилось. Лучше так не поступать. И вот очередной мой заход к массажу тела. Я поняла, что я не хочу контактировать с людьми, я не хочу, чтобы люди трогали меня руками, я вот какая-то нетактильная, как оказалось. То есть механическое воздействие на тело мне нужно, но не посредством рук другого человека. И вот у нас вот в краснодарских пабликах и вообще везде реклама Акваформа, называю их прямым текстом, потому что о чем мне, собственно, скрывать абсолютно нечего. Акваформа, я сейчас поищу фотки, они запрещают съемку у себя, но они не видели, что я фотографирую, поэтому я сейчас, если найду, я вам все это покажу, если я не удалила, надеюсь, что нет. Итак, Акваформа, это гидромассаж. Там, как оказалось, два вида гидромассажа. Но когда вы подписываете договор, причем я подписала договор, у меня его забрали, и мне не дали второй экземпляр. То есть я, кроме вот фотографий, которые сейчас, надеюсь, найду, у меня нет доказательств, что я на этот массаж ходила. То есть, наверное, я не знаю юридических нюансов, но, наверное, если я отправлюсь в суд, ну, предположим, да, вот я такой человек, я не смогу доказать, что я была там. Но я вот нашла фотографию, здесь я вставлю, вот давайте сюда вот так подвинусь, здесь я вставлю фотку, что я была там, Акваформа, коррекция фигуры под водой. Чтобы вы понимали, это находится, как бы, это квартира на первом этаже многоквартирного дома. Вы заходите по домофону, вас записывают. И первый я ходила, там, сеанс вообще стоил мне что-то там тысячу рублей по акции. И когда вы пишете, заполняете договор, вы пишете просто 10 сеансов гидромассажа. Заплатила я там, по-моему, 17-18 тысяч, ну, около двадцатки, короче. Когда начинаешь узнавать, оказывается, что у них два вида гидромассажа. Гидромассажа. Вакуумный, когда по тебе елозят такой банкой под водой специальной, которая тянет очень сильно, там, такой набор воздуха. Вакуумный, либо гидромассаж струей, то есть, либо кожу втягивают вовнутрь, либо струей тебя хреначат, как душ-шарко, только под водой. Очень больно. Что-то, что-то больно. Давайте так. И когда я стала записываться, я оплатила, а там еще такая ситуация, что там, если ты меньше, чем за сутки сообщил или там что-то, все, все, значит, ты теряешь бронь. Если там еще что-то, ты теряешь бронь. Если это, то ты теряешь деньги. Если ты вот это, ничего не компенсируется. Пройти нужно за месяц, по-моему, ну, или за два. Ладно, я не помню, у меня же нет договора на руках. Тоже, блин, берите договор, не будьте вы, как я. А я такая, я пришла на массаж, я тут всем доверяю. Вот. В чем суть? Я хотела гидромассаж, гидро, то есть, чтобы в меня били струей воды. Когда я стала записываться, мне говорят, ой, ну, а договор подписан. Сначала даты подписания договора он начинает действовать. Мне говорят, гидромассаж ближайший свободен через две недели. Я хочу, чтобы вы поняли по датам. Вот через две недели ближайший свободен, я могу записаться. На гидромассаж, чтобы они гарантируют за 10 сеансов минус, типа там, 10 килограмм, что-то такое. Найду их рекламу, если где-то в инсте, я прям за скринью вставлю сюда. Но у них обещания бешеные. Что они говорят? Мы гарантируем результат, если вы ходите через 2 дня. Если у вас пропущено между сеансами 4 дня, все, уже не считается, страчено, не похудеете. Ну, то есть, типа, они ничего не гарантируют. У меня договор начал действовать. И если я перехожу на первый гидромассаж через две недели, я не успею за оставшееся время, пока у меня действует абонемент, выходить свои, да, свои, плюс еще там месячные могут начаться, еще что-то. Просто не успею выходить. Она мне говорит, слушайте, сходите, попробуйте вакуум. Сходите. Я прихожу, мне говорят, ну, вакуум давайте сделаем вам. Смотрят меня. И самое главное, я же не знаю, я же вот только к вам пришла. Я хлопаю глазами, ничего не понимаю. Проконсультируйте меня. Я не понимаю, что для меня будет работать, что нет. Мне мастерица говорит, да, вакуум вам отлично подойдет. И только потом я узнаю, что вакуум – это история для эстетики. То есть, если я девчонка стройная в целом, но у меня целлюлит, ну, не целлюлит, да, апельсиновая корка. Целлюлит – это воспаление подкожно-жировой клетчатки. Когда мы говорим слово целлюлит вот в таком контексте, мы его используем несколько неверно. Ну, вот уже в быту-то как-то принято. Апельсиновая корка. То мне вакуум поможет. Он сделает мою попку гладенькой. А если, как у меня, мне нужно разбивать жировые отложения, они очень плотные и жесткие, мне нужен только гидромассаж. Так вот, меня записывали пять раз на вакуум, потому что, ну, на вакуум никто не хочет, видимо, ходить, а тут Ксюша лохушка. И мне было плохо каждый, блин, раз после каждого массажа у меня поднималось давление, мне было плохо. Я говорила об этом массажистам, мне говорили, ой, да ну это просто у вас кровь, наконец, начала двигаться, вот эта лимфа, это просто вы такая вся, вам, это, это, нет, это все нормально. Сейчас я вот сюда вставляю фотку, как выглядит эта ванна, в которой делают процедуру, и вы видите синий шланг, я просто смотрю, у меня это все в телефончике. Синий шланг, вот, собственно, вот эта насадочка, это та самая вакуумная насадка. В этой ванне нужно находиться, массаж лица 45 минут. Мне было плохо в воде, мне было дискомфортно, то есть вода-то комфортной температуры, но так долго, когда ты в ней лежишь, это все равно очень как-то на меня негативно воздействовало. Я прям чувствовала, что мне хужеет физически. И вот однажды, ой, нашла еще фотки, еще фотки с наполненной ванной, вам покажу, ой, я могу вам показать, знаете как, что у них тут, значит, в комнате для ожидания. Это, видимо, кухня, это же квартира, на самом деле, переделанная. Комната ожидания, вот, у них нет, кстати, у них нет уголка потребителя. У них много чего нет, я не буду докапываться. Значит, у них запрещена съемка, ну, разумеется, потому что там голые люди ходят. Две комнаты, соответственно, две ванны. Одна такая цвета Тиффани, другая оранжевая, но оранжевую я вам не сфоткала. И когда я, наконец, записалась на гидромассаж, я приехала чуть раньше, стою, жду. Ну, казалось бы, что в этом такого? Ну, стой, жди. Подходит барышня с ключами, у нее в руках Берн, баночка. Вот такие ебейшие стрелки, бровчи. Я не люблю, там, как-то, знаете, хейтить людей за внешность, но для того, чтобы описать вам, что происходит, вы должны понимать. Утро, 9 утра, слой макияжа вот такенный, лицо в, ну, вот такое все в рытвинах. То есть человек, ну, я бы поняла, если бы она работала, например, администратором в компьютерном клубе, и вот она сидит в этом алкоголе, не знаю ли там что, в сигаретном дыму, и вот человек явно нездоровый какой-то, вот, ну, ее жизнь, она явно не прозорж. И он такая, пришли раньше, ладно, заходите. Такая, мне недовольна, я думаю, ладно, вот эта баночка Берна меня немножко смутила, ну, думаю, тоже, что я докапываюсь, главное, чтобы дело свое делала хорошо, плюс я так радовалась, что из 10 купленных мной процедур я, наконец, попаду на гидромассаж. Я уже понимала, что вакуум не дает мне ничего. Да, у меня краснеет тело, да, но ни по весу не было никаких движений, ни по замерам. Я просто приходила, страдала и потом полдня лежала с головной болью, либо с повышенным давлением. Да, неприятная история, вы скажете, что ты не перестала ходить, потому что денежку отдала, уже жалко мне было, жматина я вот такая. Я раздеваюсь, укладываюсь в эту ванну, эта женщина переодевается, ну, как женщина, я думаю, она еле 25, просто вот, знаете, общий неухоженный вид, вот эти отросшие ногти, там, да, без коррекции, золото, вот это все навешано, ну, так себе. И она начинает, значит, фигачить меня струей воды, и я понимаю, что это значительно больнее, чем тот вакуум, который я переживала. И я и начинаю говорить о том, что мне больно, ну, ей это не понравилось, потому что я влезаю тут в ее работу, ну, мне тоже, знаете, терпеть адскую боль, с какой стати. И она говорит, ну, да, с вашим телом еще, конечно, работать и работать. Этично это? Нет, неэтично. Я спрашивала у нее этого замечания? Нет, не спрашивала. Да если бы я вот такая, Ксюша, со своим вот этим избыточным весом не ходила к тебе на массаж, где бы ты брала деньги? Ну, не ходят туда девчонки 45 килограмм, метр семьдесят ростом. О, Господи, я нарисовала прям, это нездоровая история, это так не надо никому делать. Ну, не приходят туда стройняшки. Стройняшки только в рекламе вашей в Инстаграме, которые в купальничках лежат. А чтобы вы понимали, в этой ванне никто не лежит в купальничке. Надевают одноразовые трусики и все, который струей воды сбивает напрочь. Когда она начала массировать мой живот, я говорю, погодите, а там же вот поджелудочно, это может не надо? Она, ой, я вас умоляю, ничего не будет. Когда она массировала меня со спины и, чтобы вы понимали, это по ощущениям, как удар палкой. Это очень больно. Когда она массировала меня со спины, я говорю, ой, а там же почки. А у меня когда-то еще из детства, 17 лет, есть воспоминания о том, как у меня однажды песочек пошел из почек, стал продвигаться, и я чуть не умерла от почечной колики. И по боли это сравнится только с родами. Вот, ну, рядом хотя бы где-то стоят. Это ужасная боль. И я очень переживаю за свои почки. Всегда. Ну, то есть я их там берегу по возможности. И я говорю, ой-ой, а там же почки. Она говорит, да до ваших почек, там еще попробуй доберись, имея в виду мой жир. Когда она стала меня массировать в определенном месте, внутренняя поверхность бедра, самое болючее место в моем теле, я не могу вообще выносить болезненных прикосновений, она сказала мне следующее. Значит, она вот это вот массирует, я говорю, ой, ну даже не так больно, как вот вакуум. Она говорит, да я могу сделать вам больно. И берет вот этот вот шланг, присоединяет мне к коже, то есть прям очень близко держит. И это такая боль, как будто меня плеткой ударили. Я такая, нет, не надо это делать. Потом она начала давать мне советы по питанию. Она говорит, ну, питание, что с питанием у тебя? Переходит на ты, очень резко. Человек держит в руках штуку, которая может причинить неадскую боль. Я в воде, голенькая, я не чувствую себя в безопасности. И, конечно, я ей не отвечаю по-хамски. Кстати, когда она сказала, что с моим телом работать и работать, я даже обернулась и говорю, ну, спасибо. Она говорит, да я серьезно. С вами еще работать и работать. Я говорю, ну, знаете, я все время записываюсь почему-то на вакуум. Мне не могут дать время на гидромассаж. Она такая, ну, да. Типа я востребованный специалист. Короче, это обман. Я к тому, что вас не запишут туда, куда вам надо. А если вы будете ждать время именно на гидромассаж, вы просто его не дождетесь. Они набирают до хрена клиентов и не могут их распихать по графику. Чтобы вы понимали, у вас просто закончится абонемент. Вы не пройдете то, что вы хотите. И эта девушка, которая, напоминаю, Берн пила в 9 утра, говорит мне, а я ем 2 раза в день. В час дня и в 7 вечера. Чтобы вы понимали, там девочка вообще не худенькая. Вот прям вообще не худышка ни на секунду. И знаете, одно дело, если бы я спросила у нее рекомендации по питанию, да, ну, может, там подскажете. Мне не идут эти сережки до сюда. Давайте я их снимаю. Если бы я спросила у нее рекомендации по питанию, это была бы одна песня. Но я ничего у нее не спрашивала. И ее советы были для меня лишними. И Берн в 9 утра, ну, как будто бы, ну, явно не диетолог, да, она? Что там говорить? В итоге я не выходила свои эти массажи. Получается, деньги мои сгорели. Ну, что поделать? Вы знаете, мне после гидромассажа было так плохо однажды, что у меня там друзья живут рядом, это меня спасло. Я пошла в гости условно. У меня так поднялось давление, что у меня была рвота. То есть я прям блевала в гостях, простите. То есть, ну, такое у меня бывает, когда вот... Ну, это не гипертонический криз по клиническим, да, показателям. Но для меня это прям вот такой гипертонический криз, это было жутко. Когда я об этом сказала, мне сказали, не может быть, гидромассаж снижает артериальное давление, улучшает сон и еще там что-то там. Ну, прям, знаете, фразы из методички. То есть всем было насрать, простите, на мое состояние. Да, отношения там такое себе. И вот сейчас я хожу тоже в студию аппаратного массажа. Я перестала ходить, соответственно, на гидро. Я пошла просто на аппаратный массаж. Я поняла, признала тот факт, что вода мне не подходит. Лежать в теплой, ну, такой, даже не то, что горячеватой, но прям в теплой воде 45 минут, я чувствую, что я прям задыхаюсь. Я... у меня перегрев. Мне нельзя это делать. Вот. А вода похолоднее тоже такое себе. Я же ходила, когда прям зима была с морозами. У нас были морозы в этом году. То есть я не могла в прохладной воде лежать. Я бы замерзла. Нафиг. Итак, сейчас я хожу на другой аппаратный массаж. В какое-то опять цокольное помещение, вот эти трубы. Ну, я опять хожу в какую-то странную контору. Но тут хотя бы нет хамского отношения. Ко мне уже неплохо. Меня в первый же день... Называются они Кристалл КРД. Кто краснодарский, я думаю, знают, что рекламу у них во всех пабликах. Просто во всех пабликах мира. Они купили рекламу везде. Вот. У них очень демократичные цены. Но понятно, что там... Ну, типа цокольный этаж. Это вообще какое-то полуподвальное помещение. Там не круто. Там так стрёмненько. Но! По крайней мере, эффективно. Я на это готова. Я согласна на такую историю. Пришла. Меня посмотрели. Сказали, какие... Какие, господи, процедуры мне подойдут. У них там их много. И покупаете абонемент, допустим, на 10 процедур. 10 процедур – это 5 посещений. Потому что каждое посещение – это 2 процедуры. Например, приходишь... Ну, вот что для меня конкретно. Кавитация. Первая кавитация – это под воздействием ультразвука разрушаются жировые клетки. Кавитация – процедура эффективная, но опасная. После кавитации нужно пить очень много воды и выводить продукты распада из организма. Иначе это может плохо закончиться. После кавитации у меня состояние как от похмелья. Потому что по факту в вашем организме огромное количество токсинов. За одну процедуру может уйти 1-3 сантиметра в объеме. Представляете? Да. После кавитации обычно мне назначают прессотерапию. Прессотерапия – это когда вы надеваете такой скафандр. Кстати, в этой конторе, куда я хожу, нет одноразовых вот этих комбинезончиков. И всех предупреждают брать с собой. Лосины и маечку. Ну, беру, беру. Прессотерапия. Ложишься, и скафандр на тебе начинает надуваться. Надувается он от периферии к центру, тем самым улучшая лимфоток. То, что нужно после кавитации. Вот после такой процедуры я обычно там еду домой, отдыхаю, но чувствую себя фиговато, если честно, после таких процедур. Ну как фиговато? Я вам говорю, как будто траванулся или перепил. Ну вот, как-то так. Другой вариант, что я делаю там. Кстати, у меня есть фотка аппарата для кавитации. Это аппарат для кавитации и RF лифтинга. Вот. И еще я покажу вам фотку. Так, так, так. Я тут немножко пофоткала их помещение. Тоже, наверное, это было нельзя делать. Ну, кто мне запретит, я уже начала. Еще я хожу... Другие варианты мне делают липолиз. Липолиз это лазерное уменьшение жировых клеток. То есть, если кавитация разрушает, то липолиз он гораздо более безопасный, потому что просто клетка как бы сжимается под воздействием вот этого лазера. Вообще не больно. Кавитация мерзковата, потому что ты слышишь этот писк. По тебе водят вот этой вот манипулой. И ты слышишь этот писк адский в ушах. Такое себе. Плюс мне правильный... Там куча массажистов попадает все время к разным. Мне одни мастерицы правильные делают схватку кавитацию. Это когда ты ложишься на бок, живот свисает в бок и тебе водят. Сначала одной стороной, потом другой. А были мастерицы, которые говорят, да лежите на спине, ничего страшного. Когда вы лежите на спине, ультразвук проходит через жир к вашим внутренним органам и их травмирует. Это нельзя допускать. Не будьте как я. Я уже потом всем говорила, нет, 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 больше мне такого не делайте, потому что у меня заболела поджелудочная. Я делаю вывод, что это от кавитации. Больше не от чего. Вот. Липолиз. Просто на вас кладут такие лазерные штучки. Это не больно. Это никак по ощущениям. Ну, наверное, работает. Не знаю. Они называют это подтопить жир. Вас укладывают, лежите. Ну, вроде прикольно. И после липолиза делают обычно мне вибро. Ну, вибро и липолиз, их можно чередовать. Процедуры, я так понимаю, не проблема. Да, мне делают вибромассаж. Вибромассаж это очень больно. У меня синяки. Это такой тоже манипулой с разными насадками воздействует, разбивают именно жир. Мне предлагали тоже здесь делать вакуум. Я сразу спросила. Вакуум, это же декоративная процедура, правильно? Она же воздействует просто на апельсиновую корку? Мне говорят, ну да. Я говорю, тогда не надо мне ее, пожалуйста. То есть я, видите, наученная прошлым дурацким опытом. Вот. И у меня тут есть фотка, как по мне. Ну, тут, блин, так некрасиво. Тут так некрасиво. Ладно, посмотрим, ставлю ли я эту фотку. Я же там голенькая лежу. Однажды, кстати, на мне показывали эту процедуру. Учили девочек на мне, значит, этой процедуре. Вокруг меня собрался консилиум. Мне сказали, ну вы же не против. А что я уже могу? Пару раз мне делали процедуру, которая называется у них биботинг. Это такие ставят присоски. Я сейчас ставлю фотографии, тоже неэстетичные. Я надеюсь, нас не смотрят мужчины. А даже если смотрят, добро пожаловать в реальную жизнь. От фотошопленные жопки, которые вы видите где-то там, где-то там, а не где-то там. Это нереально. Кожа имеет текстуру. Кожа неровного идеального цвета. Потому что есть венки, потому что есть синячки, потому что есть вот эти бодылки прорастающих волос, как стерня на поле, значит, с которого убрали пшеницу. Это нормально. Перестаньте воспринимать женщину как пластиковую куклу. Безволосую, идеально гладкую, какую-то такую немножечко... Нет, женщины настоящие. Так что смотрите. Добро пожаловать в реальную жизнь. Так вот. Мне на бок присосали эту штуку. Вообще, эту штуку, присоску, ее делают на ягодицы. Наверное, поэтому это называется биботинг, наверное. Что это дает? Девочкам, которые и так худенькие, это на время придает попе форму. Ну, то есть, типа, подтягивает. И вообще улучшает кровообращение в попе. Ужасно звучит в ягодичных мышцах, разумеется. Наверное, что-то дает. Но это такое себе, это ерундистика абсолютная. Мне на бока присосали эту штуку. Ну, наверное, улучшилась микроциркуляция. Не знаю. Ну, я хотела попробовать, вот поэтому эту штуку и сделала. Однажды я была на миостимуляции. Тоже прикольный опыт. Значит, на меня прилепили эти электродики, как это называется. И постепенно увеличивали, господи, ну, короче, интенсивность воздействия. Это когда можно еще? Можно еще? Нет, ничего не чувствую. Нормально. Ну, пощипывает. Ну, током. Местимуляция – это воздействие на ваши мышцы током. По сути, это пассивная тренировка. Если часто, допустим, на область пресса прикладывать вот эти электродики, вы накачаете пресс. Ничего ни разу не сделая ни одного, значит, скручивания тела, вы накачаете себе пресс. Вот мне это сделали на область живота. Короче, в какой-то момент она накручивает мощность, и обе мои ноги резко подскакивают вверх, и я вообще это не контролирую. То есть, просто это отвал башки. Я такого не переживала никогда, когда вообще твое тело тебя не слушается, в принципе. И она такая, ладно, уменьшаю. Ну, короче, полежала. Не знаю, дала ли мне что-то миостимуляции, но это один раз я сделала так, для того, чтобы вам только рассказать. Разве что. Вот я продолжаю ходить. Есть у меня эффект. Но, опять-таки, вот я сейчас пью воду в больших количествах. Я могу вам сказать, что у меня ощущение обратное. Вам все скажут, что для ускорения метаболизма нужно пить воду. Я сейчас пью очень много воды, но меня это расстраивает. Почему? Эта вода, я себя вечно чувствую как аквариум, знаете, круглый такой советский. И эта вода у меня вот как будто бы, я ее чувствую именно в желудке, в животе, и мне как будто распирает. Может быть, еще дело в том, что сейчас у меня ПМС, я не знаю, я в ПМС как какая-то, ой, я не знаю, игрушка резиновая, слаймом наполненная. Вот я себя чувствую как-то так. Короче, когда я не пью воду, мне кажется, я себя чувствую лучше. Но сейчас я пью воду принудительно. Перед завтраком я пью литр воды, перед обедом пол-литра и перед ужином пол-литра. Между приемом пищи вроде как мне нельзя пить, но я не могу не пить. Я очень хочу, я по чуть-чуть, но пью. Чувствую ли я себя от этого хорошо? Нет, ни хрена не чувствую. Я чувствую себя плохо, я чувствую себя надутой. Когда я просто делала вот эти массажи, я вам говорила, у меня с области над пупком ушло 5 сантиметров. Под пупком 3 сантиметра. У меня все записано тут просто на стене, я поэтому смотрю. Вот, сейчас нет этого ощущения. Более того, мне кажется, в талии наоборот я раздалась. Может быть, дело именно в вот этой воде, может быть, дело в ПМС. Но я все так сейчас отвратно чувствую, и мне кажется, что все, массажи не работают, ничего не работает. На самом деле все равно работает. У меня есть жуткая симметрия. Я не знаю, я, по-моему, вам уже говорила об этом. У меня левый бок, вот эти, как, уши они называются, или как, ну, спасательный круг, вот он слева у меня значительно больше. Я связываю это с тем, что я в одно время увлекалась кручением вот этого, знаете, утяжеленного обруча с такими пупырками, да, вот, чтобы делать тонкую талию. И у меня, ну, как бы, весь удар приходился на правый бок, то есть воздействие было интенсивнее. И правый бок у меня более гладкий, а левый вот такой. И я надеюсь, что сейчас это все будет постепенно выравниваться. Не знаю, не знаю. Но я работаю над собой. Я вам хочу сказать, я помимо массажей, я занимаюсь телом дома. Обертывания, скрабики, обязательно. Почему я считаю, что работают обертывания? У меня сейчас все массажи направлены на область живота и боков. Я ноги не трогаю практически вообще никак. Я область вот от колена до, там, паха делаю только обертывания, больше ничего. И я, когда наматываю пленку, у меня есть одно место, где я все время пропускаю небольшой кусочек. Ну, вот, всегда у меня руки кривые, не могу. Блин, мне скоро из дома выходить, надо поторопиться. Так вот, плохо наматываю пленку. Короче, у меня есть такое место, где все время этому месту не хватает немножечко внимания. И вот я делаю, там, два, три, четыре, пять обертываний. И потом смотрю, у меня в этом месте вот такой, ну, как бы, жировая складка. То есть гладенько, складочка, гладенько. То есть из-за того, что я все время это место пропускала, видимо, все-таки работают обертывания. И то место, которое я, ну, не очень тщательно просто обматывалась пленкой, оно теперь немножко выделяется. И я сейчас отношусь к этому значительно внимательней. Поэтому домашние процедуры не, ну, не относитесь к ним скептически. Не обязательно отдавать какие-то деньги, ходить на массаж. Нет, вот то же самое. Сухой массаж вот этой щеткой. Круто, но мне просто больно. У меня кожа сама очень нежная. Не могу такое воздействие переживать. Делайте, если вы можете. У кого-то дома, может быть, завалялись со времен популярности телемагазинов вибропояса. Вот у меня тоже есть, но он пришел в негодность, мне его выкинуть надо будет. У него облупилась кожзам, и он сейчас оставляет всякие гадости. Может, его обтянуть, кстати, как-то можно? Не знаю. Вот. Диетолог мне ответила, простите. Я сегодня диетологу скинула свои показатели, написала, что я разочарована вообще во всем. Почему она мне? Ксения, здравствуй. Да, маловато, а талия вообще плюс 4 сантиметра обратно вернулась. Очень плохо. Ну, мотивирующий мне ответил диетолог. Почему плюс 4 сантиметра талия? Я вам объясню. Я пью огромное количество воды, и у меня прям эта вода стоит. У меня такое ощущение, что у меня вода вот здесь прям. Ну, то есть, вот я вся наполнена водой. Плюс ПМС, она не знает, я ей не говорила о том, что у меня ПМС. Я отекла. Напишу ей, может, отек? Такая вот история. Ну, не запотивировала она меня совсем. Очень плохо, Ксения, очень плохо. Иди повесься. Шучу. Шучу, я это так не воспринимаю, конечно же. Нормально делай, нормально будет. Главное не бросать ничего и двигаться вперед. Короче, может быть, у вас вибропояса лежат. Может быть, у вас вот эти бабочки там для миостимуляции тоже, помните, в одно время были популярны. Делайте это все. Доставайте из-за кромов баночки для вакуумного массажа просто по себе поелозить. Доставайте какие-то массажеры, такие, знаете, как треноги были в одно время. Не для головы вот эти вот штучки, мурашки. А такие вот ты его берешь и так тык-тык-тык по себе водишь. Делайте. Это все дает плоды. Но оно дает плоды, когда это регулярно. Ставьте себе будильничек, лежите там под фильмом, смотрите сериальчик, делайте что-то с собой. Я обертывание, вы как думаете, делаю? Я намазала и пошла какие-то домашние дела делать, потому что нет у меня возможности 40 минут лежать пластом. Но нет. Я только во время вот каких-то дел могу себе уделять внимание. К чему я это? Я не призываю вас следовать каким-то, значит, патриархальным установкам. Но жизнь становится легче. И как только ваша лимфа двигается нормально по телу, то есть это же не только эстетический момент, это момент вашего здоровья. Чувствуешь себя лучше, чувствуешь себя легче. Колечки снимаются, надеваются, нет вот этого отека, нет ощущения, что ты... Это же внутренние ощущения, да? Вот у меня сейчас ощущение, что я просто бочка с водой. Это неприятно. Но когда ты вот весь такой, все, кровь хорошо циркулирует, ты чувствуешь себя легкой. Легкость — это внутренние ощущения. Потому что ты можешь весить 45 килограмм, как я уже говорила, но ощущать себя такой тяжелой. Руки не поднимаются, ноги не поднимаются. Улавливайте, о чем я. Если есть возможность как-то воздействовать на себя, помогать своему телу, делайте это, не забивайте вы на него. Мне нравится, что мы сейчас все пришли к моменту души. Вот мы все занимаемся саморазвитием, значит, марафончики какие-то покупаем, что-то мы там делаем. К психологам стали ходить. Круто. Я, кстати, тоже хожу. Мне так нравится, что я вот занимаюсь телом два раза в неделю, один раз в неделю занимаюсь чем-то другим. Мне так это прям впечатляет, что я грянь какая осознанная. Так вот, классно, что мы занимаемся своей душой. Очень хорошо. Ну, почему бы еще и не добавить чуть-чуть тела? Вот так. Сталкивалась ли я с хамством? Да. Была ли я в ситуации опасности? Скорее всего, да. Когда приходила на дом делать массаж к незнакомому взрослому мужику. Не повторяйте моих ошибок. Рассказываю вам именно для того, чтобы вы этих ошибок не повторяли. Пробовала ли я что-то, что явно шло мне во вред? Да. Да, пробовала. И я для этого вам рассказываю. Будут комментарии о том, что как можно не понять, что гидромассаж поднимет тебе давление. Да можно. Можно. Типа это жизнь. Я жду ваше мнение. Я жду от вас комментариев, что работает, что нет, что вы пробовали, что для вас эффективно, что неэффективно. Я побежала, мне надо мчать, потому что я опоздаю на встречу, а это будет очень невежливо. Спасибо вам большое. Вот так я на коленочке сляпала контент какой-то. Надеюсь, вам было хоть чуточку интересно. Если вам было вот стольчика хотя бы интересно, поставьте лайк. А если вам стольчика было интересно, тоже что-нибудь сделайте приятное для меня. И для себя, кстати, тоже. Спасибо вам большое. Люблю вас очень сильно. Желаю всем красивого, здорового тела. Вот так. Спасибо и пока.